Гульчанка Сомалии во всю жизнь проработала педагогом. Сегодня она на заслуженном отдыхе. Как вспоминает женщина, раньше ее пенсия составляла 1750 сомов. Сегодня же, благодаря тому, что увеличению социальных выплат уделяет особое внимание, ее пенсия повысилась до 17 тысяч сомов. Вот говорят, что еще и в июле ожидается повышение базовой части пенсии, и мне очень отрадно, что пенсионерам сегодня со стороны государства уделяет особое внимание. Говорят, что еще в октябре тоже будет повышение пенсии. Меня это очень радует. Жительница Бишкека Асалгуль Садырова отмечает, что в последние годы производится ощутимое повышение пенсии. Раньше вроде говорили, что пенсии повышают, но это была незначительная сумма. А вот в последние годы такое значимое повышение пенсии служит для нас хорошим финансовым подспорьем, чему мы очень рады. Отрадно, что государство уделяет особое внимание вопросам повышения социальных выплат. Как сообщили соцфонди, с 1 июля повысится базовая часть пенсии. На сегодня она составляет 3 170 суммов, но размер зависит от стажа. Поэтому есть пенсионеры, у которых она равна 500 суммам или полутора тысячам. 1 июля будет поэтапно повышаться определенным категориям лиц пенсии. Это будет касаться порядка 80 тысяч пенсионеров, у которых по разным причинам базовая часть пенсии выплачивалась не полностью. С 1 июля этим лицам базовые части пенсии будут выплатиться в полном размере, то есть будет доведено до 3 170 суммов. Кто-то получал при неполном стаже, допустим, если требуется 20 лет, то они получали при стаже 10 лет половину 1585. Сейчас они с июля будет им пересчитано до 3 170 суммов. Это коснется только этой категории. А с 1 октября пенсии ниже прожиточного уровня пенсионеров в стране не будет. Повышение затронет более 787 тысяч пенсионеров. Средний размер пенсии после повышения составит 10 574 сумма, что на 1492 сумма выше текущего среднего размера. Индексация базовой и страховой частей пенсии для более 316 тысяч пенсионеров составит 130%. Напомним, накануне президент Садраджиапаров заявил, что с 1 октября все пенсии, назначаемые социальным фоном, будут составлять не ниже прожиточного минимума.